Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главные темы выпуска. Прорвало трубу с горячей водой в гаражном кооперативе в Рязани. Три с половиной часа ждали сотрудников теплосетей. Крупнейшие медицинские события в РязГМУ прошел хирургический практикум. Беспокойная палатка в Рязани на улице Семинарской по ночам продавали алкоголь. Сотрудников теплосетей три с половиной часа ждали в гаражном кооперативе, где прорвало трубу. По словам очевидцев, за это время на землю вылились десятки тонн горячей воды. Поток не ослабевал до приезда специалистов. Поток воды не останавливается ни на минуту. Прорвало трубу с отоплением. Аварию обнаружил Владимир Палагин. Он пришел в гаражный кооператив, который находится на улице 14 линии номер 154, около часа дня и сразу позвонил в теплосеть. Мне пообещали, что приедут аварийщики через несколько минут. Но я уже жду три с половиной часа, такой сильный напор. Подвалы гаражей затоплены водой. А ведь совсем недавно дачники сложили туда весь урожай. В погребах картошка, капуста, яблоки. Из-за воды многие из них испортились. Но больше всего Владимиру Палагину жалко не овощи. Теплосеть берет большие деньги с нас за отопление, из-за горячую воду. А здесь такой большой расход воды. Землю, воздух, улицу обогреваем. Вскоре обнаружилась и другая проблема. Из-за плотного потока воды у гаража Владимира треснул фундамент. Безобразие. Называются оперативные службы, аварийные оперативные службы. Это с Москвы. Позвонить в Москву, быстрее оттуда приедут, чем у нас здесь. Они работают в Рязани. Ремонтная бригада прибыла на место лишь около четырех часов вечера. Именно тогда сотрудники спустились в колодец, где им удалось перекрыть воду. Стоит отметить, что спустя сутки ситуация не изменилась. Протечку обещали заделать лишь в четверг. Пока же воду просто оставили перекрытой. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский государственный медицинский университет впервые стал местом проведения хирургического практикума. В его рамках пройдут практические мастер-классы, участниками которых станут студенты и работающие врачи. Обсуждения некоторых разделов будут сопровождаться трансляцией операций. Представитель Новосибирского медицинского университета станет одним из лекторов школы бариатрического хирурга в рамках хирургического практикума. В Рязани такое мероприятие проводится впервые. Его уникальность в том, что это не просто лекция. Можно посетить мастер-классы, поучиться у лучших хирургов страны и мира. Тема Владимира Онищенко – «Грыжи передней брюшной стенки». Достаточно много проблем, интересующих многих. Проблема, которая останется на ближайшие годы, нерешенная. Будет обсуждаться неоднократно и много раз, и меняться технология. При хорошем достаточном изучении данных вопросов любой из будущих и настоящих хирургов идет очень много тем для своей работы. Одна из лекций будет посвящена эндометриозу. Это болезнь, которой страдает каждая пятая женщина на планете. Рассказывать будут о лапароскопическом лечении. Сейчас разработано большое количество малоинвазивных хирургических методик, которые позволяют сохранить репродуктивную функцию и удалить эндометриоидные очаги. Очень радостно, что Рязань в лице ректора и в лице университета смогла принять такой огромный форум. Настолько сейчас все правильно и грамотно организовано в плане и аудитории, и учебных классов, и вивариев. И в клиниках есть возможность показывать хорошую живую хирургию. Я рад, я сам учился в Рязани. Я рад, что сюда приезжая, мы видим, насколько прогрессирует все это, насколько Рязань идет вперед. Хирургический практикум – важное событие для региона, еще и потому, что учиться здесь могут практические врачи и студенты Рязгому. Здесь собрались все перспективные хирурги. Именно обмен опытом в эндоскопической хирургии, с учетом новейшего оборудования, имеющегося у нас в области, настолько значимые плоды. Здесь именно мастер-класс, здесь именно практикум, здесь именно практические навыки, и причем от лидеров хирургии, от экспертов хирургии, у которых действительно можно и нужно учиться. И мы вовлекли и наш Гатлав, и наш симуляционный центр. Здесь полный формат построения работы по всем возможным направлениям хирургических знаний. Рязань исконно является таким крепким медицинским хирургическим центром. Здесь работают очень большие персоналы. Здесь большая-большая концентрация молодых людей, которые мечтают стать хирургами. В рамках хирургического практикума будет организован специальный учебный курс «Смарт плюс курс хирургии повреждений», представленный в Военно-медицинской академии имени Кирова. Будем делать мастер-класс по экстренной травме и звиваре. То есть на лабораторной свинье моделируются сложные ситуации, тяжелые ранения, и показывают все приемы, как делается операция. Одно из важных направлений на практикуме – так называемые околохирургические темы. Врачам расскажут о том, как работать в частном стационаре, защититься от предвзятых исков и преследований, вести себя в социальных сетях. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Реестр распространителей недостоверной информации может появиться в России. Его предложено создать на сайте Роскомнадзора. В реестре будут указывать адреса интернет-страниц, которые распространяют недостоверные сведения и описания фейков. Это должно помочь решить проблему фейковых новостей, массовое распространение которых несет угрозу общественной безопасности. За последнее время в Роскомнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих подобную информацию. На шум и нетрезвые компании в полицию пожаловали жители улицы Семинарской. По их словам, в торговой палатке по ночам незаконно продавали алкоголь. На ситуацию отреагировали быстро. Подробности в нашем следующем сюжете. Распивают алкоголь, который приобрели в ближайшей палатке. Шумные компании не раз мешали жителям дома номер 3 на улице Семинарской. Ночью здесь продавали спиртные напитки, хотя делать это в нестационарных торговых объектах запрещено законом. Собственник палатки предупреждение проигнорировал. Тогда местные жители обратились в полицию. В отношении индивидуального предпринимателя Мамедова составлялись протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 Кодекса административных правонарушений и направлялись для последующего рассмотрения и принятия решения в суд. Полицейские направили в администрацию города Рязани ходатайство о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта, которое было удовлетворено. Воделец должен был добровольно, своими силами его демонтировать. Однако это требование было проигнорировано. В настоящее время администрация города Рязани с индивидуальным предпринимателем Мамедовым расторгнула договор на размещение нестационарного торгового объекта, и данный торговый объект демонтирован. Работа провела префектура Советского района. Сооружения сняли с площадки автокраном, погрузили на платформу и вывезли на специализированную площадку для хранения. Сотрудники полиции предупреждают, что подобная мера будет применяться ко всем нестационарным торговым объектам, персонал которых систематически нарушает закон по продаже алкогольной продукции. Галина Кудряшова, телекомпания «Город». Очередное застолье закончилось трагически. Вынесен приговор Рязанки, которая во время пьяной ссоры избила сожителя ногами и руками, сломала ему ребра и оставила умирать. Чтобы доказать вину, следователям пришлось проводить множество экспертиз. Женщине, которая обвинялась в предварительном следствии в совершении преступления, предусмотренного в части 4 ст. 111 Уголовного кодекса, то есть в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей смерть ее сожителя, Московским районным судом города Рязани вынесен обвинительный приговор. Согласно приговору, женщине назначено 7 лет лишения свободы. В настоящее время приговор стороной защиты обжалуется и в законную силу не вступил. Завершено расследование уголовного дела об убийстве сторожа в Солодче. Мужчина поехал отдыхать с приятелями. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый достал складной нож и назнес несколько ударов от полученных телесных повреждений. 56-летний мужчина скончался. После произошедшего подозреваемый выбросил орудие преступления и скрылся с места происшествия. В ходе проведения расследования подозреваемый и впоследствии обвиняемый в вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, дал подробные признательные показания. И его вина была подтверждена, кроме того, комплексным судебным экспертиз, показаний свидетелей, очевидцев, результатами оперативно-жасскных мероприятий. В настоящее время уголовное дело по обвинению в убийстве направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В Рязанской области официально разрешили букмекерские конторы, пишет 62.Инфо. Областная дума внесла в региональный закон о запрете на игорный бизнес поправки, выводящие спортивные ставки из-под его действия. Легализация даст региону дополнительный доход. НДФЛ от победителей и сотрудников имущественный налог. Налог на игорный бизнес. По правкам не определили ставки последнего. 14 тысяч за пункт приема, 250 тысяч за обычный процессинговый центр, 3 миллиона за процессинговый центр интерактивных ставок. Кроме того, букмекеры будут напрямую финансировать рязанский спорт, заключая соглашение с федерациями. Запрет на спортивные ставки уже отменили почти все регионы. В частности, в ЦФО он сохранился только в трех областях – Рязанской, Тамбовской и Калужской. Ожидаемые поступления от букмекеров включат в проект бюджета региона на 2020 год. Отмечается, что этих денег хватит на ремонт нескольких детских садов. В Рязани закрылся сезон фонтанов. Их начали готовить к зимнему периоду. Воду слили, чаши очистили, электронику убрали. В ближайшие две недели проведут консервацию конструкций. Фонтан около цирка начали готовить к зиме первым. Работы стартовали ранним утром. Консервации фонтанов в этом году приступили раньше срока из-за наступления холодов. Обычно их отключают в последних числах месяца. Однако уже 16 сентября работа всех семи городских фонтанов была остановлена. После того, как они были отключены, произошел слив воды, обработка, мытье фонтанов, чаш фонтанов. Затем на прошлой неделе было снято все электрическое оборудование. В данный момент происходит их консервация. То есть это на зимний период накрывается колпаками специальными под каждый фонтан. Работы планируют закончить в течение недели, максимум двух. Осмотр фонтанов проводят регулярно, даже зимой. Следят за целостностью кожухов. Ведь если он поврежден, то может пострадать и оборудование. Площадь Победы там на досках, на санках катаются. Вы помните, если купол, он довольно-таки высокий. И на нем пытаются прыгать, кататься с него. Ну и не знаю, что еще они делают. Но часто выбиваются просто куски металла, которые там есть. Они просто выбиваются. Но мы их крепим в регулярной основе. Сотрудники дирекции благоустройства города отмечают, что причины поломок могут быть самые разные. Например, фонтаны выходили из строя из-за безобидных, на первый взгляд, флешмобов, когда люди обливались водой. В результате этого у нас уже неоднократно сгорало оборудование на этих фонтанах. Дело в том, что в чаше фонтана крутится определенный объем воды. То есть он автоматически не пополняется. Когда начинаются флешмобы, они вычерпывают необходимый объем воды. Уровень падает ниже нормы и происходит сгорание насосов. Насосы очень дорогие. Специалисты отмечают, что в отличие от других городов, в Рязанские фонтаны, к счастью, не бросают посторонние предметы. Только монеты самого маленького номинала. Напомним, что фонтаны вновь начнут работу 1 мая. А пока их ждет подготовка к другой важной дате – Новому году. Украшения останутся традиционными. Светящиеся конструкции включат в начале зимы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Коллектив Новорязанской ТЭС чествует ветеранов труда и отмечает 60-летие со дня пуска первых агрегатов. 26 сентября 1959 года был произведен пуск первого котла и первой турбины. Для города Рязани и всей области это было поистине историческое событие, благодаря которому создан Южный промузел, определивший дальнейшее динамическое развитие региона. ТЭС сегодня – это лучшие предприятия отрасли в регионе, на котором идет модернизация мощностей, вводятся новые турбины. Теплоэлектроцентраль стабильно снабжает город светом и теплом. Станция награждена дипломом Министерства энергетики России за активное проведение социальной политики в трудовом коллективе по итогам всероссийского конкурса «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике». С благодарностью к первостроителям ТЭС вспоминаем, как все начиналось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Профессионально помогаем выделить индивидуальность и эстетику интерьера наших заказчиков. Создавать концептуальные пространства, используя многообразие тканей, сочетание цветов, богатства фактур и сложности рисунков. Галерея Штор Лателла. Первомайский проспект 51 и Народный бульвар 9. Субтитры создавал DimaTorzok